Добрый день, уважаемые коллеги, друзья! Я очень рад приветствовать вас в одном из крупнейших индустриальных центров России. Уважаемые коллеги, по нашим оценкам, рост ВВП страны в этом году будет выше 4%, и это значит, что уже к началу 2012 года наша экономика в полном объёме компенсирует кризисный спад. Думаю, что 4,2,4,3 – это тоже неплохо, но мы должны стремиться к большим результатам. Но в целом это позволит нам добиться уровня докризисного развития. И Россия сделает это раньше, чем многие другие страны, страны с так называемой развитой рыночной экономикой. В период глобального кризиса целый ряд факторов от нас с вами не зависел. Риски пришли извне, и их было очень много. Но мы никогда на это не ссылались, никаких оправданий не искали и не ждали маны небесной. Мы всю ответственность взяли на себя полностью. Я хотел бы сказать, что партия «Единая Россия» должна всегда быстро реагировать на острые ситуации. Затрагивают ли они интересы всей страны, либо жители отдельного региона, города – неважно. Важно думать всегда о судьбах конкретного человека. Северо-западный округ становится одной из опор европейской, а может быть, даже и мировой энергетической безопасности. Вы помните, сколько копий было сломано, сколько слов было сказано по поводу наших экспортных поставок газа в Европу? Сколько всяких палых в колёса нам вставляли при реализации, скажем, проекта «Северный поток» газовой системы по дну Балтийского моря? Сколько было альтернативных проектов? Где они все? Только на бумаге. А «Северный поток» практически реализован. Значит, у нас там 55 миллиардов кубических метров прокачка по году. Две нитки. Вот одну мы полностью закончили. Всё. Завтра под Выборгом начнём пускать технологический газ. Это примерно займёт месяц. Через месяц, в конце октября, в ноябре, можно будет уже поставлять газ потребителям. Что это означает? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ